Развиваться и достигать вершин в экстремальных видах спорта в Иванове невозможно, считает роллер Руслан Ким. Сам спортсмен больше полугода прожил в Китае, работая в международном цирке Чимилонг. Навыки, полученные на площадках нашего города, помогли Руслану в работе роллера-акробата в рампе. В Иваново спортсмен приехал в отпуск на неделю, по дороге успев поучаствовать и занять призовые места на фестивалях уличных культур в Питере и Москве. Здесь добиться успеха невозможно, рассказывает Ким, хотя экстрим не менее популярен, чем в Китае. В России этого полно, но это проводится в каких-то мини-дворах, мини-кучках. Я не знаю, как правительство на это не смотрит, им наоборот нужно вкладывать в это деньги, потому что это очень хорошее дает именно толчок развитию экстрима. Артема Руслан называет одним из самых перспективных парковых райдеров. Молодой человек занимается BMX. В городе таких экстрималов человек 15, рассказывает Артем. Учится по видео из интернета, тренируется часами. Если трюки получаются, сами ездят на соревнования без какой-либо поддержки. В распоряжении ребят скейт-парк, построенный в городе тоже благодаря инициативе экстрималов. Я просто начинал кататься, тренироваться каждый день. И со временем пошло развитие, и я не стал бросать уже это дело. В дальнейшем буду стараться развиться и съездить на самые большие в России соревнования в Краснодар. Руслан Ким знает, как делают шоу. Выступал одним из организаторов экстрим-площадки на открытии паралимпийских игр в Сочи. И говорит, что за экстримом будущее. У ивановских спортсменов есть желание. С возможностями достаточно просто помочь. В Иванове большинство могут, но нет для этого условий. Они уже настолько, так сказать, обкатали все, что здесь можно. Я именно говорю об экстриме. Что уже некуда лезть. Поэтому им хочется ехать в другие города. Нет финансов. Поэтому правительство это не спонсирует. А, к примеру, в Китае, если ты очень хорошо катаешься, без проблем любой магазин берет тебя на спонсорство. Или правительство дает тебе деньги, они сами покупают билеты. Иди, пожалуйста, выступай и приноси медали. Скейт-площадки стало мало. Она лишь первая ступень из того, что нужно для развития экстремального спорта в регионе. Ролерам, скейтбордистам, беймиксерам, райдерам и паркурщикам нужна крытая площадка, как в более крупных городах страны, чтобы не прерывать тренировок на холодное время года. Конечно, это требуется, потому что кататься летом, ну, все-таки мало. Период такой не особо большой, всего три месяца. А на протяжении, допустим, зимы это было довольно продуктивно. Главное, чтобы была ровная поверхность. Ну, как она, чтобы было все закрыто, чтобы оно было утеплено. Ну и фигуры, конечно, приблизительно такие же, как здесь. В Ярославле такую площадку экстремалы создали сами, облагородив брошенный ангар. Руслан Ким предлагает в Иванове затею со строительством или оборудованием помещения для тренировок не оставлять. Он, как никто, знает. Успеха можно добиться, только постучавшись во множество дверей, предложив себя и свои таланты. Материально-технические препятствия не должны стать непреодолимыми для потенциальных победителей.